День города По всем сторонам дорог, вот этих, которые перекрыты, продаются всякие, я не знаю, короны, парики, то есть все жители города, они, во-первых, разодеты, как на маскараде. А, еще вредную еду продают, ну, шашлыки, сосиски в тесте и так далее. Площадки на перекресток, огромные стоят сцены, там все время что-то происходит, и очень интересно ходить. Мастерицы, которые что-то делают своими руками, они, ну, как бы встают, показывают всем, что и ты можешь купить это все. То есть, и, а главное, толпы народу. То есть, ты выходишь из дома, и когда доходишь до главной дороги, идешь, ты просто чувствуешь действительно праздник, ты чувствуешь единение с жителями города. Ты чувствуешь, что день города, день города, потому что ты чувствуешь себя одной семьей с жителями. Ты думаешь, в этом году было так же? Угу. Во-первых, улицы не перекрывали. Сделали праздник только в зоне отдыха, это у нас такой очень большой парк. Ну, и там не продавали никаких париков, ничего такого. То есть, только вредную дуру продавали, и там, ну, вот лоскутный дьявол, очень редко, мало очень где собственных рук, и на собственными руками сделаны какие-то предметы. То есть, и народа было не так много, и на сценах, но очень малочисленных сценах, очень-очень малочисленных, ничего интересного совершенно не происходило. Ну, или, может быть, просто так попали неудачно. Я глубоко разочарована, потому что всё-таки вот три причины, по которым я всегда обожала этот день, это, во-первых, перекрытые дороги, и по дорогам можно ходить, как тебе хочется. Во-вторых, все наряжены, всем весело, все вот чувствуют, ну, прилив какого-то веселья, бодрости, и алкоголя никакого не нужно, что у нас, кстати, запрещено, в деньговородам. В-третьих, было неинтересно совершенно ходить по парку. То есть, и что там ходить? В принципе, такое впечатление, что это будничный обычный день, обычный выходной, просто, ну, чуть-чуть побольше народу, чем обычно, всё на этом. Единственное, чем я довольна, это небольшими покупочками. Я очень давно хотела сделать масло для умывания, но для этого нужен... Я здесь искала полисарбат, чтобы сделать масло для умывания, и... эфирное масло мне нужно было. полисарбат я так и не нашла, зато я нашла пенку для умывания от Натура Сибирика, антиаллергенная, без СЛС, без... чего там ещё, парабенов, отдушек, красителей, безо всего. То есть, просто сюда ещё эфирное масло бухну. Ну, как бухну, конечно же, добавлю по... ну, в нужных пропорциях, и всё. Хотя здесь, в принципе, уже всё готово, но всё равно добавлю из хлюканских побуждений. Типа что-то я сделала своими руками. Собственно, само миндальное масло. Жупая нашла до этого ещё, а вот миндальное нет. Оно такое, купленное в аптеке за 32 рубля, поэтому это уже значит, что оно не совсем натуральное. Это у нас фирма Galena Farm. Ну, это лучше, чем аспера, например. Гораздо лучше, чем аспера. И бутылочка там внутри стекляненькая, и, ну, не буду раз стекаться маслом по дереву, или как-то правильно говорится. Потом, вот я купила такие серёжки в виде крыльев. Я вообще хотела белые, и они там были, но меня опередили, и поэтому мне пришлось купить чёрные. Сейчас я покажу их, сейчас я покажу их ближе. То есть они спереди вот такие, а задняя сторона у них, ну, обычная, безусего. То есть лицевая только у них такая. Подкрыли. Купила я их за 130 рублей. Плохо видно, к сожалению. Ну, как-то так. Давно я хотела повязки себе на голову. Я, наконец-то, их перевела. Одна вот такая, с чёрным таким цветком, никуда и с панкой. То есть его можно надеть. Я видела версии, когда надевали вот прям вот так вот. И, конечно, стандартный вариант. То есть вот так. Мне идёт. И такую вот под косичку, что интересно, этот цвет очень подходит к моим волосам. Надену даже сейчас на лоб, чтобы ты могла увидеть, что... Ой. Вот. Ну, то есть вот такой вот цвет. Вот очень довольна. Очень я давно хотела себе такие повязочки. И, наконец-то, наконец-то, за обе я дала 240. По одиночке, значит, они стоят 120 где-то рублей. Ну, на этом всё. Конечно, немножечко я сняла. Это так называемый праздник. И ты можешь посмотреть на эти кадры прямо сейчас. И ты можешь посмотреть на эти кадры прямо сейчас. И ты можешь посмотреть на эти кадры прямо сейчас. И ты можешь посмотреть на эти кадры прямо сейчас. Давай, 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 давай. Вот, как видишь, это очень-очень мало. Ну, действительно, там просто нечем было снимать. Правда, это самый жуткий день в год, на моей памяти, который я только помню. Поэтому, если сейчас это видео смотрят родственники или знакомые мэра города, передайте ему, что я недовольна. Звезда в шоке. Понятно? Так что на этом я хочу пожелать, чтобы... А, ты уж извини, что видео вышло таким занудным, ноющим. Ну, и вообще на одном сплошном негативе. Вот я хочу тебе пожелать, чтобы у тебя всё в жизни было так, как тебе этого хочется. И чтобы ты не была этим разочарована. На этом всё. Пока.